приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы мира вам и добра и обещанные видео по поводу зеленых операций на хризантемах завтрашнего утра можно уже будет приступать к этому важному делу то есть продолжать потому что мы не успеваем все хризантемы в один период почистить а вот завтра и послезавтра у нас как раз будет 16 18 хороший период знак стихии воздуха я хочу показать что мы будем зеленые операции на каких растениях будем проводить что мы будем делать на каких нельзя проводить и начинаем с того что нельзя вот смотрите это у нас огромный куст старый куст это мультифлора он заложен изначально в нем заложено селекционерами задачи много много цветов и здесь никаких абсолютно у нас не было обломок обрезок зеленых операций ноль здесь все изначально именно так и происходит формировка идет цветов самостоятельно растения здесь только поливы подкормки рядышком еще одно растение небольшое у нас тут высокорослое и это у нас букетного типа хризантемка естественно если букетного типа мы оставляем только вот вверх букет если будут появляться вот они появляются мы уже завтрашний день вот эти пасыночки вот пасыночки которые есть у у лисе вот их нужно будет все завтра пройдусь обломаю а вот верхние вот здесь мы ничего не ломаем здесь букет букетного типа поэтому нужно знать какие вы хризантемы выращиваете и по каждому виду хризантем есть свои зеленые задачи зеленые операции в данном случае у нас только будет на стебле уборка пасынков а верхняя часть вот эти все цветочки вот на этой части тоже здесь все остается здесь будут формироваться уже формируются бутончики и будут цветы а вот растения хризантемы на которые мы будем убирать часть пасынков и это у нас вот смотрите здесь у нас такое интересное вот побег один побег я серединку срезала потому что был очень рано цветочек это был июль месяц нельзя было оставлять я его убрала посерединке и осталось у нас два новых и вот сейчас мне тоже вот этот не нравится цветочек я буду оставлять вот этот и здесь один оставлю но вот этот буду убирать смотрите уже сейчас просто одно растение сделаем таким образом и очень важно оставляем один цветок и по всему стеблю все все пасынки которые можно кстати укоренять мы удаляем можно удалять и нужно удалять и по всему этому стеблю до конца до низа мы полностью их убираем причем у них такая особенность что пока цветет цветочек обязательно и формируется обязательно еще будут повторно пасынки выбираться вот с пазух листьев поэтому нужно постоянно постоянно следить за тем чтобы не появлялись новые пасынки вот это важная задача зеленых операций на вот таких крупноцветковых высокорослых растений еще один пример где нужна зеленая операция обязательно это у нас из пасынков весенних растений среднерослые корейская хризантема вот смотрите как здесь очень интересно все устроено если мы оставим все эти цветочки которые формируются сейчас вот они после подкормочки очень активно пошли бутончики вот если мы их оставим будут мелкие поздно цвести мучиться поэтому здесь нужно будет вот таким образом все вот эти пасынки оставляем на стебле один или два цветка если сильно крупных мы желаем видеть то естественно будем смотрите даже вот здесь сейчас постараюсь увеличить смотрите даже вот здесь есть маленький формируется маленький бутончик и его нужно убирать проверять постоянно нужно вот есть тоже видите со стороны и мы оставляем один цветочек у нас есть много в наших в нашем плейлисте информации и цветы фотографии видео и там вы видите крупные цветы так вот крупные цветы происходят у нас получается благодаря тому что мы формируем мы делаем зеленые операции теперь смотрите стебель есть но у нас еще есть цветы мы убираем дальше убираем этот цветочек можно оставить два но на этом втором тоже видите сколько тут мы тоже убираем вот эти боковые цветочки вот таким образом убрали и снизу смотрите что творится дальше хризантема любит кормят поливает надо расти вот эти все боковые в пазухах листьев мы убираем все пасынки все все пасынки убираем вот у нас еще один боковой цветочек мы оставили два достаточно но тут у нас тоже мы убираем по центру и смотрите внизу у нас еще есть 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 до конца мы вот эти все пасынки должны будем убрать это я буду все делать завтра потому что я показываю заранее для того чтобы могли подготовиться и вот останется у нас на стебле по одному по два цветочка и будет очень пышный красивый хризантемовый куст с крупными цветочками поэтому если оставить кстати оставили однажды и мы получили результат плачевный потому что они вообще почти не зацвели до морозов вот такие несчастные бутоны так и остались поэтому обязательно нужно вот формировать формировать вот эти красивые кусты один или два ну два это многовато но здесь очень хорошая земля я оставлю в одном месте вот по центру два цветочка а здесь полу оставлять по одному вот центральный будет оставаться а вот этим мы будем все обламывать они легко обламываются пальцем выламываем хотите ножницы берите видите сколько тут боковых это все 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 нужно будет у меня завтра предстоит такая важная работа буду это делать не отвлекаться конечно должна быть хорошая сухая погода чистые руки и обязательно должны быть чистыми орудия труда потому что они тоже могут быть инфицированы даже в этот период когда этот период хороший благоприятный для того чтобы проводить зеленые операции вот и подходит завершению наше сегодняшнее видео напоминаю зеленые операции проводим на среднерослых и на высокорослых хризантемах там где формируется большой цветочек наши мультифлоры и букетные именно верхней части букетные хризантемы мы сверху не не трогаем не беспокоим не режем не обламываем оставляем для того чтобы были красивые цветы ну а на среднерослых низкорослых корейских крупноцветковых обязательно нужны зеленые операции на этом наше видео завершено желаем вам успехов красивого цветения ваших цветов хризантем у каждого дома и знаю что многие любят эти цветы пусть в вашей жизни все будет заполнено красотой добротой и пусть в каждом сердце будет мир и этот мир подарят наши цветы до новых встреч на нашем канале пока пока витаем у вас на канале раиса горяченко дача сад город квиты мы рубанта добра и гарных квитов мы сегодня выполняем прохание наших глядачей подписчиков какие просили рассказать какие можно проводить зеленые операции на хризантемах и мы сразу же робимо такий вступ обовязково что не все хризантемы треба обрезать обломывать кожен сорт потребует особой уваги в данном випадке мы бачим у нас мультифлора как бачите тут уже квитки закладене и бутончики маленькие и эти квиты мы не обломали ни в каком разе ніяких зелених операций не проводили ось вон таки гарный корч это старый у нас корч вон бачите розломлюется великий тому треба проводить весною размножать мы будем це робити вже викупувати і розмножати хризантеми які нам дуже подобаються цей вже корч корч будем розсаджувати його так от повертаємся до зелених операцій на таких мультифлорових шарових рослинах ми ніякому разі не робимо ніяких зелених операцій то тільки полив та цей час тільки тільки у нас іде підживлення а ось хризантема букетного типу тут букет у нас формується одне стебло і букет тут декілька стебел у нас разок сам де букет ми не робимо зелені операції тобто не забираємо тут майже і немає пасинків тому ми ніяких тут операцій не проводимо бачите у нас тут зверху всі формуються бутончики квіточки тут буде букет букетний тип хризантеми високорослої ми їх не турбуємо якщо буде на стеблі з'являтися от будемо робити зараз покажу ось бачите у нас пасиночок на стеблі є ми його будемо завтра обломувати їх а ось оце все залишаємо оце все-все-все-все цей букетик у нас 2-3 стеблах ми залишаємо і тут будуть у нас гарні квіти а ось у нас великоквіткові великі квітки у нас тут хризантеми гарні і як бачите уже частину ми по обломували по обрізали на залишається ще додатково формуються квіточки ну така от анатомія цих рослин тому нам прийдеться тут бачите я вже одну квітку в середині була мені дуже рано вона формувалася і тому ми її вирізали але з цих трьох квіток залишиться тільки одна оці квіточки ці всі квіточки необхідно буде обламати і не тільки отут зверху зверху залишаємо одну квітку щоб вона була великою і по стеблу теж сама операція зелена всі-всі пасиночки живці які можна до речі і укорінити все донизу оце буде вже далі робота зелені зелені операції на рослинах це у нас середньорослі теж до речі і трошечки вище чим середньорослі ми їх обов'язково проводимо на них зелені операції для того щоб отримати таку велику яскраву квітку зараз ми знаходимося біля хризантеми це у нас низькоросла корейська хризантема з дуже дуже здоровими квітками і для того щоби ці квітки були дійсно гарними здоровими великими великоквіткові то треба теж провести зелені операції ось подивіться у нас є беремо одне стебло з кожним стеблом також працюємо і на цьому стеблі бачите що у нас в нас є центральна квітка вона гарна буде і є бокові квіточки якщо їх залишити у нас буде будуть мілесенькі квіточки і можуть ще тільки перед морозами заквітнути у нас уже таке було цвітіння і воно ніяке тому що ми робимо ми залишаємо оцю центральну квіточку а ці бокові ми беремо і виломуємо вони дуже просто виломуються і перевіряємо разом поруч з цими квітками потім теж треба буде проходити якщо буде формуватися ще тут квіточки а вони люблять це робити то треба теж виломувати те ж саме можна треба дивитися донизу бачите якщо залишити ці пасинки а у пасинки обов'язково ще і квіточка буде то будуть ще квіти бокові і знову всі необхідні поживні речовини у нас будуть іти не до цієї квітки а будуть по стеблу до всіх цих це ми будемо робити завтра знову ж таки це показує як ми це робимо залишаючи одну квітку і тоді у нас буде корчик з такими великими квітами яскравими гарними тому що буде якраз вся 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 необхідна необхідний весь раціон все меню буде іти саме на цю квітку ну на нас цей кущ має бачите багато таких гілячок і на кожній гілячці будуть по одної квітці можна залишити бокову одну буває так що виломується сирення і тоді я залишаю одну бокову буває таке але завжди повинна бути все таки одна квітка на одній гілячці для того щоб ці хризантеми себе проявили і показали гарне цвітіння що ж ми показали вам які саме хризантеми потребують зелених операцій і нагадаємо ще раз що зелені операції ні в якому разі не проводяться виключаємо зелені операції на мультифлорі на шарових хризантемах і на букетного типу там де знаходиться сам букет а на низькорослих корейських хризантемах робимо обов'язково зелені операції залишаємо одну квітку на стеблі одну або ж дві для того щоб отримати гарні здорові такі великі квітки які будуть яскраві і будуть радувати вас своїм цвітінням на цьому ми завершуємо наше відео на все добре бувайте здорові